Жители микрорайона 4-го КОСа встречали Андрея Фролова как хорошего знакомого. Так получилось, что именно близлежащие дома первыми во всем городе поверили и перешли в новую управляющую компанию. Соответственно, и работа на этих участках началась раньше. В отличие от других приемов, здесь не было слышно ни руганий, ни жалоб, ни обидных слов, ни подозрений в адрес УДК. Только конструктивный разговор, обсуждение рабочих моментов. Сегодня же прозвучала и самая первая благодарность от жителей в адрес УДК и управляющего инженера. Что нас непосредственно удивило, когда Николай Александрович говорит, к вам придет инженер. Я сначала не поняла. Говорю, куда придет инженер. Для нас это было так дико. Почему? Потому что мы, извините, мы с ищейками искали инженера. Они от нас прятались. Ну, в общем, все было. Нашему инженеру Алексею Николаевичу тоже мы благодарим его. То есть он очень внимательно отнесся к проблемам нашего дома. Он сотрудничает. В общем, уважительные отношения непосредственно между нами. Сложились вот это вежливое обслуживание. То есть это тоже прямой-прямой показатель. Жильцы это оценили. За добрые слова, которые директор УДК посчитал очень серьезным авансом на будущее, жителей поблагодарил. Но заметил, доброжелательность и внимание со стороны управляющего инженера к жильцам своих подшефных домов – это в принципе норма. А вот то, что муромляне не могли получить за свои же деньги качественное обслуживание дома – это нонсенс. Оказалось, что человека из другого региона методы работы именно муромских коммунальщиков изначально удивляли. Я пришел и первая задача, то есть я четко у меня в голове до сих пор сидит, что самое страшное в коммуналке – это готовность к зиме. Ну не знаю, это так вот просто отложилось. И паспорта готовности, в частности, вот если брать Нижегородскую область, да, они прямо к губернатору. Губернатор каждую среду проводит селектор по всем этим районам. И каждую среду, каждый глава округа отчитывается или города, сколько паспортов готовности сдано. Это начинается с июня месяца. Здесь такого не было никогда. Я спрашиваю рывушников, говорю, как паспортов? Да вы че, вот 2 августа наступит, там, числа 15 сентября, там, мы за вечер пачку принесем. Пачку принесем, все расписано, надо из-за вас расписаться. То есть, вот, ну, буквально так, я говорю, вы че, это же ненормально, вы че делаете-то? Ну вот, давайте работать по-муромски. Они ничего... Это был первый, это был первый конфликт. По словам Андрея Фролова, в Муромском ЖКХ немало удивительного. Почему управляющая компания МЦЖКХ забирала себе 70% от собираемых денег? Почему, получая финансирование в полном объеме, РЭО делали работы в домах на копейки, а отчитывались за миллионы? Почему управляющие инженеры обнаружили столько несоответствий между паспортом готовности дома и реальностью? Почему подъезды в домах не остеклены, в подвалах стоит вода, при том, что жильцы исправно оплачивают ежемесячные квитанции? Получив в обслуживании множество старых многоэтажек, Андрей Фролов предложил присутствующим начать с основного. Закрыть доступ для посторонних в подвалы и на чердаки. Первым таким действием по домам сделать, на самом деле, это повесить доски объявлений, вот эти информационные, чтобы было понятно, о чем кто, и закрыть контур, то есть поставить двери и повесить на них замки. Вот, я думаю, что это одна из первых задач, то есть как раз в содержание жилья это как раз в принципе входит. Ну, простые двери-то можно... Жители и директор УДК наметили целый план конкретной работы по обслуживанию домов, которые будут осуществляться сразу же, как насчет УДК будут приведены первые средства.